Детский садик сдали, но сразу нашли недостатки. В Сарове пройдет обсуждение концепции благоустройства левого берега Сатиса и что нас ждет 9 мая на реконструкции. Это программа «Соседский Wi-Fi». Я, Петр Смирнов, обсуждаем самые интересные события прошедшей недели. Со мной студия Александр Самофал. Саша, привет. Ну что, подключаемся? Саша, давай сразу к главному. В прошлой передаче мы с тобой обсудили знаменательные события. Фирма «Магистраль» спустя 8 месяцев положенного срока сдала детский сад номер 44. Замечательное событие, слава богу, это случилось, сразу же протекла крыша. Вот прям главное событие. Я не знаю, как характеризовать вообще происходящее. Даже ленивый только не сказал, что ну вот ты там, то ли оппозиционер, то ли вот вечно ругаешь власть. Ну как можно, ну как? Так вот, капремонт садика. Два года, больше чем два года потратили. Там парят почти 100 миллионов рублей, и сразу протекла крыша. Ну вот как? Вроде не так уж, наверное, много осадков, да, еще при условии? Зимой, зимой протекла крыша. Теплая погода, снег тает. А, снег выпал, точно. То есть, ага, там он не выпадал до Нового года, значит, парк. Ну а известно, где, как, причина, причина какая-то. Причина, понятно, худая крыша, мне кажется. Ну, тут очевидно, наверное, плохо, 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 да, это заклеили. Я, кстати, маленький, думал, что вода вообще везде может просочиться. Она, в принципе-то, везде и может. Как бы, вот, например, даже на стол, если налить воды, я всегда думал, что она вот через маленький там, ну, все равно же это же... А, то есть, пройдет насколько... Ну, да, все-таки она... Конечно, подрядчики исправят им это. Ну, это нестоверный факт или это опять, может, вброс? Нет, это прямо с фотографиями. А, то есть, все. По всему интернету разошлась нашему Саровскому вся эта история с фотографиями, с пруфами, как говорится, с подтверждениями. Мемчиков не было мемов. Да, 4 февраля сдали, вот, 7 февраля она протекла. Ужас, вот, кошмар. Что делается? А вдруг специально кто-то вообще не видел? С лейкой кто-то ходит или там дырок наделал? Ну, специально, ну, бывает такое. Это как у нас крыши чистятся ото льда, знаешь, берут лом и специально дырок в крыше. Да, не, может, бывали такие случаи в жизни, в этом городе, что вот специально кто-то что-то сделал, какой-то компримот, а кто-то специально приходил портил? Скорее всего, просто некачественно выполнена работа, и, конечно, будут выставлены претензии, гарантийные обязательства и так далее подрядчику, чтобы все эти недостатки устранили. Ну, будем надеяться, что... Ну, сейчас все за счет подрядчика, правильно? Ну, естественно, гарантийные обязательства есть, так как же. Я надеюсь, просто это не сильно повлияет на работу этого садика. То есть, что дети туда все-таки переедут, да, и эта протечка крыши будет устранена. А как арт-объект? Можно сделать протечку? Разводы на стене, арт-объект, что-то новенькое. Современное искусство, оно ведь такое. Развод на стене. В рамочку. Да, в рамочку. Тем более детский сад. Нет, подожди, мы что-то договаривались. Называть все названием магистраль. Будет так арт-объект называться. Магистраль. Да. То есть, сейчас же это модное слово, да? Модное слово. Понятно. Магистраленочка. Лейбл, да? Лейбл. Ладно, расскажи, что тебе запомнилось на прошлой неделе, что у нас в интернете особо обсуждалось? Ну, особо, что называется, это, конечно, Оскар, да, который прошел с 9 до 10 февраля. Ну, да, Оскар мы с тобой чуть-чуть попозже обсудим. Да, из интернета очень, ну, во-первых, наверное, такие новости, которые сейчас обсуждают, это то, что хотят день выборов, поправки Конституции сделать выходным днем, принятие. Ну, не знаю, правильно, а вообще, нет, хотят ее сделать в рабочий, но этот рабочий день сделать выходным. Как бы это, вроде бы, одна из таких тем, которая порадовала, что все-таки выходной дополнительный, но... Говорят, в апреле, кстати. Да, и президент даже высказался такой, что я надеюсь, что этот выходной не вычтут потом не из ноябрьских, по-моему, или там из каких-то... Не из майских. Даже из этой, из зимних, то есть, ну, как бы одна из таких тем тоже, и я, наверное, хороший, да? Вообще все выборы надо делать в рабочий день. Человек с утра встал, пошел на избирательный участок, прогасовал и пошел на работу. Просто, ну, не надо ему опоздать, не ставиться, и выговор, да, да, да. А, вот в этом, ну, как вариант. То есть, ты где был? Я был на избирательном участке, сегодня же выбор, ну, там какие выборы, там хоть президент и госдумы. А народище было, и поэтому, к сожалению, я пришел к четырем, а у меня сейчас... Да, там очередь стояла. Да, через час уже домой идти. Друзья, ну, а еще больше интересных и веселых новостей в нашей традиционной рубрике «Телеграмм». Наташа, тебе слово. Невероятная история стулы. Местная жительница приобрела в супермаркете вареную колбасу и положила ее на стол, чтобы приготовить бутерброды. Сначала женщину настражил странный вкус докторской, а потом колбаса и вовсе неожиданно взяла и взорвалась. Говорят, такое возможно, если при производстве всыпать в полуфабрикат много-много фосфата. При взаимодействии с крахмалом он образует газ между слоями массы, который, похоже, и рванул. Хорошо еще, что никто в этом инциденте не пострадал. Колбаса, разумеется, не в счет. Петрозаводский, член партии КПРФ, принес местным депутатам два рулона туалетной бумаги. Не просто так, конечно. По словам бывшего подполковника погранслужбы Сергея Андруневича, только на нее и хватило надбавки в 21 рубль. А именно на эту сумму депутаты увеличили выплаты ветеранам труда. Свой подарок Андруневич торжественно вручил спикеру и посоветовал использовать по назначению. Красиво, однако. Министерство обороны потратит 318 миллионов рублей на разные религиозные предметы. Для храма Воскресения Христова 318 миллионов рублей на религиозные предметы. А уж как на нас тогда наехали из-за закупки икон всего-то на 2 миллиона страшно вспомнить. Кстати, на строительство самого храма из бюджета Москвы и Московской области выделили почти 3 миллиарда. А открыть его планируют уже 9 мая 2020 года в подмосковном парке «Патриот». Давай вернемся к «Оскару». Все-таки я хотел обсудить не Филиппа Киркорова на ней. А сам мы обсуждаем фигуру. В России-то может быть. Раньше было, что обсуждали всегда, что было там темнокожих актеров. То есть скандал с этим был связан, что не номинировали никогда на «Оскар». Потом там с ведущим какие-то, что вроде бы должен был один быть ведущим. А отказы от «Оскара» тоже все равно скандальны. Да, вот. Ну а в этот раз был Филипп Киркорова. И на самом деле такая для меня, может быть, какая-то новость. С этого «Оскара» он побил рекорд антипопулярности в просмотрах. То есть его посмотрело просто минимальное за всю историю количество... Ну то есть церемонию награждения, минимальное количество людей. Там что-то называется статистика. Порядка 23 миллионов человек – это типа антирекорд. Да, значит, главный «Оскар» за лучший фильм достался фильму «Паразиты». Это корейский фильм режиссера Пона Джун Хо. Это первый фильм, лучшая картина, которая не на английском языке. Не на английском языке. Но также он взял еще три статуэтки. Это и лучший иностранный фильм, соответственно. То есть лучший фильм, лучший иностранный фильм. Я так понимаю, лучший режиссер. Лучший оригинальный сценарий. Да, то есть по сути технический «Оскар», лучший оригинальный сценарий, лучший режиссер, лучший фильм, лучший фильм на иностранном языке. То есть «Триумф фирмы «Паразиты». Я его не смотрел, но поставил себе, как говорится, пунктик обязательно посмотреть, потому что для меня традиционно. Ну, по-моему, ты на критике сквалили. Естественно, но если уж уж за меня взять «Оскар», то это... Ну, бывали же скандалы, что почему она... Надеюсь, это не «Аватар». Ну, так вот. Не, ну... По смыслу это будет не «Аватар». Вот, и, конечно, да, «Аватар» тоже лучший фильм. Понимаем, «Титаник» тоже лучший фильм, да, «Оскар» имеет. Вот. В остальном вполне заслуженно, вполне заслуженно «Хоакин Феникс» за лучшая мужская роль первого плана, за роль Джокера. Да. Это второй Джокер, который берет «Оскара». «Оскара», да, но только там, я понимаю, «Хитледжер» взял второго плана, соответственно. А, он посмертно уже получил. Посмертно, да, потому что... Да, да, да. А вот «Хоакин Феникс» в фильме «Джокер», причем очень хорошие отзывы, очень... Я смотрел лично в кинотеатре. Смотрел? Да. Поделись, потому что я не смотрел. Ну, фильм, наверное, все-таки какой-то мне тяжеловатый. То есть это не как мы привыкли к фильмам про супергероев, там, дисси. Но это драма. Да, все-таки это не как... Личностная драма. Комиксы, да, там, Марвел, там, DC, где вроде много всего, там, штучек у Бэтмена, там, всяких. Ну, какие-то спецэффекты. Здесь чисто драма и именно становление, наверное, может даже какой-то другой истории про Джокера. Вроде как бы может силуэт, там, внешность все-таки понятна, что это персонаж, что это, там, скажем, будущий, там, главарь, уголовник. Ну, антигероя, антагониста Бэтмена. Да, антагонист, да. И показали его становление именно вот. Как он вообще к этому пришел? Единственный фильм, который я действительно посмотрел в кинотеатре, ну, я понимаю, если понимание, в кинотеатре, это «Однажды в Голливуде». Вот его я пока не досмотрел, буквально вот вчера. Не досмотрел. Да, нет, я вчера смотрел, уйдет 2,40, и поэтому как бы 2,40, тяжеловатый голоситель. Я уже дома. Я прям пошел в первый день, как его начали показывать в кинотеатре, в первый день купил билеты в наш кинотеатр. Обязательно решил, что надо идти на Квентина Тарантино в кино. У меня был положительный опыт с Джанго «Освобожденный». Для меня это просто вот было открытие, посмотрите его в кинотеатре. И надо почаще повторять старые фильмы в кинотеатре, сейчас скажу. Вот надо старые фильмы выпускать снова на большой экран, в прокат. Потому что вот прокатили вот 12-го года «Джанго «Освобожденный». Почему бы еще раз не делать? Почему бы его еще раз не прокатить, понимаешь? То есть, ну, я имею в виду в прокат пустить, да? Почему бы его еще раз не показать? Может быть, какие-то условия этих... Не знаю, мне кажется, это было бы очень популярно и, ну, востребовано. Ну, вот, например, раньше, если у нас был кинотеатр «Молодежный», там, как бы, как бы сказать, не брезговали этим и показывали. В общем, ностальгия по старым фильмам, да, она присутствует. Но вот насчет «Однажды в Голливуде» история совершенно оказалась мне непонятной. Но именно с точки зрения того, что я просто не знал, о чем она. Оказывается, в Америке все о ней знают. Это чисто американская тема. Даже больше, что я скажу, чисто голливудская. Вся Америка о ней знает, но она произошла в Голливуде, в Лос-Анджелесе. В середине 60-х банда Мэнсона убила беременную жену на девятом месяце режиссера Романа Поланских. И вот вокруг этого выстраивается сюжет этого фильма. Ну, вообще, классный фильм с точки зрения постановки. Вот когда ты узнаешь историю, ты поймешь, о чем фильм, и поймешь, в чем нерв фильма. Да, мне здесь понравилась все-таки игра другого Филиппа Киркорова. Да, да, Брэд Питт. И вообще, будем говорить, вот режиссер Квентин Тарантино – это заядлый поставщик Оскаров для героев второго плана. А, ну, кстати, да. То есть, будем говорить, что там все у него, кто второй план играет, они в основном берут Оскара. Ну, и причем все-таки Брэд Питт, как бы он сотруд... Ой, Брэд Питт, Квентин Тарантино, у него все равно определенный, я не знаю, состав друзей что-то такое. Потому что из фильма в фильм есть прямо одни и те же актеры, которые идут. Ну, как бы увидим одних и тех же ребят, но уже в новом плане. Кстати, Ди Каприо, наверное, там я даже не сказал бы... Ди Каприо всегда мне нравился как актер. В принципе, он к любым условиям. И здесь очень неплохо было показано, что он там же тоже актера какого-то играл и в разных... Ролях, то есть там... Особенно слабости-то в актерами очень хорошо Ди Каприо сыграл. Да. Вот слабости вот эти, когда он психует, пьет. Очень смешной момент был, когда он сам на себя говорит, хватит песни. Или сам песни с теми, и он через секунду выпивал. Да, да. И хороший фильм, который я трейлер посмотрел, хочу посмотреть в кино. Может, если в кино не удастся, получится дома посмотреть. Он взял три технических Оскара. Это фильм 1917. 1917. Да. Про Первую мировую войну, значит, хорошая история. Но технически, говорят, фильм просто вот снятый совершенно не по-стандартам, как говорится, современного мирового кино. Я вообще думаю, что у него лучший режиссер будет. Он будет лучшим режиссером, но... В итоге лучший звук, лучшие визуальные эффекты, лучшая операторская работа. Вот как раз за операторскую работу его и... Там же есть как легенда, что он якобы снят одним кадром. Да, 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 одним кадром считается. То есть, как бы это все прям... Вот и хочется, поэтому посмотри, что же это на самом деле такое получилось. Да, естественно, там есть вот этот вот склеечка. Какой-то момент прослеживать. Монтаж есть, нет? Ну, судя по тому, что лучший монтаж отдали Форд против Феррари, может быть, и нет монтажа. Да, да. Давайте рассматривать фильм 19-17. Там все одним кадром. Что, даже монтажа нет? Не на минимуме. Следующий. Форд против Феррари. Форд против Феррари. Там очень круто. Там одну машину за 5 секунд 17 ракурсом показали. Берем. Берем, да. Ладно, давай к нашим уже новостям. Хорошим, позитивным. Город, мы с тобой говорили об этом, выбрал территорию для... Благоустройства. В прошлом году это левый берег Сатиса напротив парка. Это, ну, будем говорить так, это около Стадиона Гард. За Домом ученых. То есть, вот эта вся пойма. Там, где раньше была лодочная станция, если кто помнит. Будет благоустраиваться. Вот. И тут важное объявление. Значит, администрация представляет концепцию благоустройства. То есть, что будет реализовано. И это не то, что уже готовое. Результат. А это обсуждение. То есть, будут некие предложенные варианты. Да, что можно сделать, что нужно сделать, как будет это делаться. Есть 30 миллионов рублей. Жители ждут в библиотеке Маяковского. 18 февраля в 17.30 на общественном обсуждении. Как раз вот что будут делать, будут рассказывать, показывать и выслушивать предложения. В том числе и горожан. Поэтому надо прийти. Надо сказать, я для себя уже определился, кстати говоря. Что я могу предложить в эту историю. Ну-ка. Смотри. Очень интересная история тем, что по идее, по идее, там планируется вдоль реки прогулочная зона. Ну, как не набережная, но променад такой. Дорожка пешеходная. И она, получается, проходя от моста Маслихи до моста Захарова, за уже, получается, территорию стадиона «Авангард», упирается в мост Захарова. Ну, будем говорить, упирается. Там уже есть некие графические материалы, что там будет такой лестничный сход, то есть подъем на мост наверх. Ну, туда, чтобы можно было уйти, допустим, или выйти, или зайти на эту территорию. Но вот мое предложение следующее. Подумать наперед и подвести дорожку таким образом, запроектировать ее, да, с возможностью ее прохода под мостом. А, понятно. То есть не... Да, вообще глобальная идея заключается в том, чтобы вообще замкнуть прогулочные зоны, прогулочные пространства, замкнуть, по идее, от моста на Маслихе до плотины. А, до плотины, да. Да, то есть вот сделать все русло реки, вот по всем сторонам объединить в единую набережную. Вот. Таким образом, вот это вот сердце, да, получается, вот реку нашу замкнуть в единое прогулочное пространство, и это будет вообще просто, ну, самое замечательное место в городе. Это всегда центр притяжения. И если есть река, это большое благо, должна быть набережная. И это не должна быть куция набережной, да, там вот кусок какой-то, да, ее... Запусти сюда крутых рыб и декоративных. Ну, про речку мы тут уже копии обломали столько, что уже просто дождеваться некуда. Но даже вот в том состоянии, которое у нас, пруд, ну, это пруд, он уже сам по себе может быть таким центром притяжения. Вот. Так что приходите 18 февраля в 17.30 в библиотеке Маяковского на проспекте Мира. Будут обсуждать благоустройство Левого берега. И еще один такой момент. Я предвосхитил, что у нас, конечно, 9 мая День Победы, 75 лет. И у нас в городе, конечно, есть люди, которые занимаются просто совершенно сумасшедшим делом. С моей точки зрения. Совершенно неравнодушные. Это наши реконструкторы, военно-историческое общество 1945. Мы запрещали небольшой вопросик перед тем, как здесь появится руководитель. На тем того, знают ли вообще наши горожане о существовании такого общества. И поэтому, Ира, тебе слово. Уже на протяжении нескольких лет в нашем городе существует музей военно-исторического общества 1945. Пойдемте узнаем у сыровчан, знают ли они о его существовании и как часто они туда ходят. А вы знаете, что у нас есть такой музей 1945 в городе? Нет. Нет, не слышала. Первый раз слышу. Но это мы обязательно у нас во вторник заседания. Я работаю от апельсина с неработающими пенсионерами МИЭФ. Так что этот вопрос я тут же подниму. Почему мы там не были? Музей военно-исторического клуба, который занимается реконструкцией, ну, в основном эпохи, ну, как эпохи Второй мировой войны, вот. Ну, или Великой Отечественной. К тому, как больше нравится, они все-таки очень тесно связаны. Практически одно и то же. Да, конечно, в парке АСС тоже по выходным мы его посещаем. Там очень нравятся нам экспонаты машин, да? Какие еще машины там есть раритетные? Старенькие машины. Старенькие машины там, да. Всякие Победа, ЗИЛ, Урал. Это вот очень любители музея 1945. А знаете, что есть такое у нас 1945, историческое общество? Нет. То есть даже не слышали? Нет. А ну где он расположен? На Солнечном. Я не знаю. На ночь в музей пойдете, обязательно зайдете туда? А-а-а. Ну, по рекомендации по вашей зайдем. А что это такое вообще 1945 в АТВМ? Это, наверное, театр создан, а великие, например, войны там очистлены, когда освободили Москву от фашистов, там, Берлиц захватили. Ну, а к нам в студию присоединился руководитель военно-исторического общества 1945 Алексей Морозов. Алексей, я рад вас приветствовать. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Традиционно наши гости подключаются к нашему соседскому Wi-Fi, вводят пароль. Александр? Да, просим вас взять телефон, найти нашу сеть. И достаточно легкий для взлома пароль. Пароль 1945. Все. Ввел. Друзья, мы не случайно пригласили Алексея к нам в гости. В этом году наша страна отпечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И Алексей, как руководитель военно-исторического общества, в принципе, традиционно организует различные мероприятия, реконструкции, все их знают, многие, наверное, были, видели, в пойме реки. Поэтому мы сегодня хотим поговорить о том, что вообще планируется. Я так понимаю, что вы точно не пропустите эту дату, Алексей. Где там масштаб всего мероприятия? Да, вообще, что планируется? Ну, конечно, хотелось бы все-таки немножко, чуть-чуть придержать в секрете основные какие-то мероприятия, ну, такие фишечки свои, чтобы люди как бы пришли, и они немножко удивились. Эффект вау. Да, эффект вау, чтобы присутствовал. Но, тем не менее, это будет на том же месте, но уже будет все по-другому. И расположение будет по-другому, потому что мы не постараемся. Постараемся сделать эту реконструкцию более даже интересной, чем в прошлом году. В принципе, сценарий написан, декорации изготавливаются. Приглашены много-много-много-много участников. На нашу радость, или как это сказать, на удивление, откликнулось очень много клубов. И мы в этом году, наверное, даже называем это не просто реконструкция, а называем это фестивали. Я сегодня специально пересчитал количество городов, с которых к нам записались реконструкторы, к нам приехать 17 городов России. То есть это не просто местная уже массовка, будем говорить, да, люди, которые увлекаются реконструкцией костюмов, оружия, техники и так далее. Это уже, получается, фестиваль, ну, общероссийский, что ли, получается? Да, это получается, да, такой общероссийский фестиваль, я говорю, 17 городов, начиная, там, Москва, Санкт-Петербург, Кульяновск, Нижний Новгород, Жизнь. Ну, то есть перечислять, я говорю, 17 городов. И это радует, радует то, что о нас люди знают, они нам доверяют, и они едут, они не просто так, они уже знают, как бы, что мы можем, поэтому едут на наши, как бы, мероприятия с удовольствием. Это радует. Ну, технику с собой везут, естественно. Техники у нас своей достаточно. Везут, везут Казань, везет технику, они сами едут технику, технику мы арендовали еще дополнительно, пока я вот насчет нее, как бы, промолчу, но, тем не менее, этой техникой мы хотим как раз удивить наших горожан. Вот. Ну, и плюс своя техника, которой у нас, в принципе, достаточно. Вот, нам хватит. В основном, конечно, нам нужна живая сила, что называется. Вот, и мы, я говорю, еще раз, вот, там, больше 100 человек записалось, поэтому это вот, как бы, нас радует. Реконструкция будет называться весной 45-го, понятно, что день победы. Да, я хотел спросить уже про сценарий, что там, что планируется. То есть, если мы прошлые годы делали, все-таки, где-то около победы, там, старались, там, 43-44-е года, там, и все. Ну, здесь событие такое, ну, ух, поэтому решили, все-таки, будем брать Берлин. А, вот так. Да, конкретно решили, что будем брать Берлин, и поэтому это вот как раз будет реконструкция проходить именно в этом ключе, в этом направлении. То есть, немецкий город, в который будем захватывать, ну, Краснодарный будет брать. Так, подождите, немецкий город в пойме построят, то есть, декорации прям все там... Все, приходите, увидите, все, все будет. Да, да, друзья, очень... Это не Квен, где можно обознать, что вот тут здание, да, вот здесь, прям декорация все-таки, ну, эффект полного погружения. Ну, работа ведется, ну, если, так сказать, всевышнее нам разрешить, мы постараемся все сделать, чтобы все выглядело достойно. А вот люди, ну, соглашаются, спокойно идут на роли, там, немцев играть? Ну, в это... Есть такое, я хочу только там... Да, да, нет, это есть, это есть, это присутствует, поэтому самая большая проблема, это как раз найти бойцов вермахта, вот на такие мероприятия. Потому что, ну, 9 мая все хотят быть... У меня, собственно говоря, супруга, я ее там заставляю, говорю, вот она такая все время, говорит, ну, не хочу там, а... Я говорю, слушай, ну, надо, ну, просто надо, говорю, потому что, ну, некому, и больше нет никого. Вот, все хотят, особенно 9 мая, быть красноармейцами, ну, вот, тем не менее, когда, ну, соглашаются. Ну, приглашаем клубы, мы когда рассылаем приглашение, мы говорим, что нужны такие-то, такие-то. Понятно, что в большинстве случаев красноармейцы, но, тем не менее, будем набирать. Вообще, кстати говоря, вот это движение, оно начиналось и развивалось, я так понимаю, оно очень сильно развито на Западе, когда они разные военные, так сказать, события, достаточно давних пор, даже вот в Америке, например, они там гражданскую войну, да, изображают. Там тоже же так, две стороны, южане, северяне, идут друг на друга, стреляют. Вы не поверите, они даже в смысле Великой Отечественной реконструируют, реконструируют красноармейцев и вермахты точно так же. И они очень, у них там это движение, просто я переписывался, правда, с нашими ребятами, которые живут в Америке, долго общаемся, ну, и сейчас общаемся, вот. И они показывают, рассказывают, что вот мы там такие-такие-то устраивают бои и все. И это очень популярно, в принципе, зрелищные мероприятия. Да, да, но у них там с оружием попроще, у них просто отношение к этому и со всеми макетами и всем прочим, поэтому у них более и техники больше. Собственно говоря, мы много лет, к сожалению, этот фестиваль потихонечку угас, так называемый фестиваль поле боя, особенно последние дождливые лета подвело очень сильно, ну, ребята поговорили. Они как раз делали по опыту английских вот этих фестивалей, когда собираются, со всей страны съезжаются с техникой совсем-совсем там люди, и несколько дней фестиваль даже по нескольким эпохам проходит на одном месте. Это очень красиво, это очень такое прям интересно. И мы старались каждый год ехать там за неделю туда, чтобы построить лагерь, там, обустроить его, там, каким-то образом жить там хотелось вот несколько этих дней, поскольку, ну, это вот такое очень интересное было. К сожалению, вот он сейчас как бы канул в лето, вот, может быть, конечно, возразится что-то похожее, вот, ну, на Западе вот это очень сильно развито. Но, опять же, я говорю, у них много техники сохранилось, у нас, конечно, с этим потяжелее. Помимо самой реконструкции и той техники, которая у нас есть, и, может быть, наши вот друзья ваши, точнее, друзья-коллеги привезут к нам сюда, что ждет вот по части парада, то есть, ну, не все, понятно, может быть, попадут на... Нет, парад по классике, мы проходим Красную площадь, после... Я уже пафосно так... Нашу Красную площадь мы проходим. Вот, и дальше мы двигаемся как раз в пойму, потому что нам надо уже готовиться всех. И ждем, собственно говоря, сразу, в принципе, ждем туда гостей, что они потихонечку будут собираться, там для них будут интерактивные площадки. Вот, и традиционные полоса препятствий для детей, плюс, опять же, вот, если все сложится, значит, у нас едут с Москвы девочки, которые везут театр костюма в 40-х годов, ну, и так далее, и так далее. Там несколько, как бы, будут локаций, которые, размещенные, которые, ну, будут занимать... Ну, то есть, для всех возрастовцев? Да, каждый найдет себе занятие. Да, каждый найдет себе занятие. Это до реконструкции мы будем как-то занимать, чтобы народ собрался, там, как бы, обосновался, места занял. Вот, и где-то часа в 4, наверное, скорее всего, где-то в районе 16 часов начнется сама реконструкция. Да, ну, замечательно. Я к чему? Почему музей, да? В обычное время, то есть, мы, понятно, и на реконструкциях, и на параде 9 мая на площади сможем увидеть эту технику. В обычный день, как она выставляется, можно ли прийти, там, с детьми экскурсии, то есть, вообще, как-то эта программа, вот, историческое общество... Без проблем, без проблем. Каждую субботу практически единственное, когда только совсем холодно, понятно, что никто и не придет, и тяжело там смотреть, или у Валерия Семенкова там работать. Это имеется в виду вот в зимний период, когда более-менее тепло, каждый суббот, воскресенье он там находится, с 10 часов можно прийти и... Это именно в торговом парке ССС. Да, это в торговом парке ССС, посмотрите. А что касается военно-исторического музея, где форма одежды и там оружия и все прочее, там по записи, почему по записи, потому что экскурсии провожу я сам, и мне надо просто заранее подготовить, ну, в смысле, время свое выбрать, скомпоновать. В принципе, нетрудно записаться по телефону, там, 7-94-94, записываются люди, мы подгадываем просто время, и я провожу экскурсию. Ну, это в основном что, школы, детские сады, или кто вообще пользуется? Нет, школы, детские сады, конечно, наверное, рановато детским садам, они просто не понимают. А, они просто не понимают, да, что это так. Им будут как раз большие реконструкции, вот эта вот движуха там по полосе препятствий, это для них, да, более интересно. Вот, а здесь надо немножко уже понимать, включать, как говорится, голову, поэтому не для всех доходит. Но для взрослых это... Вы знаете, для взрослых, некоторые взрослые приходят, они знают больше меня, вот. Но, тем не менее, интересно общаться. У меня были... Обычно экскурсии проходят там 45-час, однажды мы там на 2 часа задержались с молодым человеком, который настолько был в теме, и мы там... То есть очень интересно, там один молодой человек стоял, вообще в дверях сказал, что я никуда не уйду, я хочу здесь остаться. Ну, то есть на кого-то производят впечатление, кому-то не совсем интересно, вот. Но, с другой стороны, уходят, потом смотрю, даже вот некоторые возвращаются, мальчишки некоторые приходят. Я уже здесь был, я говорю, сколько раз? Он говорит, там 3-4 раза был. То есть при любой возможности они приходят. Друзья, ну, а на этом у нас все. Это была программа «Соседский Wi-Fi», ее ведущий Петр Смирнов. В гостях у нас был Алексей Морозов, руководитель военно-исторического общества. Мы все ждем, очень интересная программа будет. Даже есть какие-то особенности, да, которые нам не говорят, но надо обязательно будет посетить реконструкцию, поэтому приходите 9 мая в пойме реки на прежнем месте, да, где-то около Маслихия, за Маслихинским мостом. Ну, а мы на этом прощаемся. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова